здравствуйте меня зовут федор васильев и в этом уроке я хочу вам продемонстрировать имитацию покупки товаров и как это выглядит со стороны администратора магазина что происходит какие письма отсылаются дело в том что на локальном компьютере проверить так нельзя не приходят письма чтобы проверить как работают письма нужно чтобы магазин находился уже в интернете то есть расположен на хостинге этот этап нас еще ждет впереди поэтому я в данную копию этот магазин разместил сейчас на хвостинге чтобы вам показать как здесь все работает допустим вы магазин только запустили видно вот здесь вот что заказов у нас еще нет ни одного и как это происходит например покупатель зашел к вам на сайт он смотрит товары заходит в какой-нибудь товар например он решается его купить он нажимает купить как обычно его перебрасывать на страницу оформления заказа кстати вся информация информационные письма до правил доставки еще какие-то вы можете вынести вот сюда в меню мы попозже с вами такие менюшки создадим метод оплаты у нас стоит наличными потому что у нас еще не подключен плагин интеркассы то есть онлайн оплата это все будет позже сейчас просто я покажу имитацию как это будет происходить в качестве мл покупателя я буду использовать один из своих электронных ящиков и соответственно мой электронный ящик федор 2626 собака mail.ru это ящик администратора будем так считать допустим человек заполнил все поля здесь и нажимает оплатить как только нажал на кнопку оплатить смотрите мы заходим в админку нашего магазина на главную страницу админки и тут же вы видите последние заказы у нас здесь есть новый заказ то есть будет выглядеть заказы здесь вот так соответственно заказы вы можете перейти вот сюда заказы платежи заказа то есть перейти в полный список заказов если у вас их там много да дальше смотрите я открываю свой электронный ящик электронный ящик именно администратора мне тут же приходит письмо заказ в магазине помните мы создавали с вами письма смотрите я открываю его и что мы видим помните мы когда создавали самые письма мы поставляли теги и вот и d платежа код платежа подставляется вместо тега видно да то есть мне моментально приходит письмо что на сумму название товар такой-то на сумму такую-то информация о покупке то есть все все здесь имя покупателя тест я назвал видно да email покупателя ну и так далее способ доставки видите тут же приходит письмо то есть вы например были оффлайн вы не были в админке вы увидели письмо вам пришло заходите в админку и тут же видите заказ дальше смотрите что мы делаем мы заходим сюда кликаем прям по заголовку открываем также здесь из админки видим всю статистику кликаем сюда новый заказ здесь как раз идут статусы здесь в списке можем выбрать в ожидании подтверждения оплаты заказ отменен оплата принята то есть смотрите это то что мы с вами статус создавали и давайте просто проверим все статусы как это все будет выглядеть в ожидании подтверждения оплаты и поставить галочку мл покупателю чтобы ему от отправилась мл привязанный вот к этому статусу в ожидании подтверждения и можно еще написать примечание для покупателя здесь email администратору также можно отправить но я не вижу вообще не смысла отправлять вы сами администратор вы всю ситуацию контролируете и давайте проверим придет ли письмо сейчас покупателю нажимаем сохранить появляется вот такое окно зеленое сообщение статус заказа успешно обновлен сообщение покупателю было успешно отправлено сейчас проверим вот у меня кстати сейчас агент сообщил мне что письмо пришло сейчас я вам покажу и статус заказа видите мы помните синий цвет выбирали в ожидании подтверждения оплаты и сменился вот это вот заголовок и у нас здесь видно письмо в ожидании подтверждения оплаты вот кстати как выглядит письмо сейчас я вам покажу вот заголовок письма видите магазин в ожидании подтверждения оплаты это заголовок письма который мы с вами создавали вы помните а вот магазин вот здесь вот я специально так назвал чтобы вам потом показать вы переходите в админке системы общей настройки переходите сервер и вот здесь вот настройки почты отправитель письма вывод здесь напишите то что вы хотите видеть заголовки в каждом заголовке когда письмо приходит здесь можно просто написать название магазина вашего давайте зайдем в письмо и мы видим вот такую картину вот видите мы с вами то что письмо делали здравствуйте имя тест то есть здесь у нас письме был тег вы сейчас видите подставляется имя все у нас работает здесь текст сумма ссылка на продукт если мы кликнем по названию переходим на тот продукт который мы купили да и посмотреть состояние заказа вы можете перейти по этой ссылке кликаем сюда вот видите нас перебрасывает вот на такую страницу в ожидании подтверждения оплаты вы смотрите в ожидании подтверждения оплаты и ваш заказ все еще находится в ожидании подтверждения оплаты вот этот текст я вам напомню где его можно менять в админке переходим джумал касса статусы смотрите вот в ожидании подтверждения оплаты заходим зашли значит в этот статус смотрите наименование статуса в ожидании подтверждения оплаты описание статуса ваш заказ все еще находится в ожидании подтверждения оплаты вот как раз таки ваш заказ очень находится в ожидании подтверждения оплаты вот этот текст отображается здесь то есть вы теперь понимаете где отображается и для себя уже сами решите, что здесь написать. Можно использовать то же самое, что у меня или написать что-то свое. Итак, человек увидел, да? Его оповестили на email. Дальше, например, он оплачивает товар. Оплатил товар, давайте проверим статус, как работает это дальше. Я выхожу из статуса, перехожу в платежи заказа, открываю заказ, кликаем вот по этой надписи в ожидании подтверждения, то есть он подтвердил, оплатил, мы выбираем. То есть мы убедились в том, что он оплатил, зашли, нам смс-ка пришла на телефон от интеркассы сервиса, и мы могли зайти в аккаунт этого сервиса и посмотреть, что там действительно деньги поступили к нам в аккаунт. Вот это все интеркассы и все настройки, мы обязательно это пройдем. Я сейчас вам показываю просто имитацию платежа, да, как именно работает сам магазин, как приходят письма, все ли они приходят, как это работает. То есть я вам показываю, что все работает, чтобы вы не переживали, что письмо не дойдет до покупателя и так далее. Потому что я сам использую данный магазин, то есть в своей практике, да, то есть я использую, я продаю свои курсы, и у меня письма все доходят, и мне, и покупателю. Соответственно, мне смски, это тоже все работает, все приходит. Дальше давайте проверим статус. Он оплатил, например. Оплата принята, выбираем. Ставим галочку email покупателю, обязательно, да, чтобы ему email пришло. И нажимаем сохранить. Опять у нас высветилось сообщение, статус заказа успешно обновлен, сообщение покупателя было успешно отправлено. Заходим в почту, и моментально у нас приходит новое письмо. С заголовком, видите, оплата принята. То есть это все, что мы с вами писали, автоматически подставляется. Заходим внутрь, и видим текст. Смотрим, перейти по ссылке, давайте перейдем, и видите, да, галочка, иконочка, оплата принята, все. И теперь давайте проверим статус отмена, то есть когда платеж не прошел. Кликаем оплата принята. Кстати, вот видите, сменился тоже здесь, оплата принята. Выбираем статус заказ отменен, ставим галочку, и сохранить. Проверяем сейчас, как доставится письмо. Сразу видно, статус сменился, видите, на красный, и заказ отменен. То есть это все, что мы с вами делали, создавали. Итак, письмо пришло, с задержкой в несколько минут. Магазин, и заказ отменен. Видите, да, письмо пришло. Здравствуйте, тест, ваш заказ под номером был отменен. Посмотреть состояние заказа, вы можете перейти по этой ссылке. Давайте также проверим ссылку. Нас перебрасывает на магазин, и мы видим вот такую страницу. Такой жирный крестик, заказ отменен. То есть все статусы у нас работают, привязанные письма к статусам. Приходят, все нормально, все, что мы создавали, все это работает. И уже в зависимости от того, что вы продаете, вы уже решаете, да, мы с вами уже проходили. То есть как человек может купить? Можно сделать, чтобы человек выбрал оплату наличными, оплату онлайн. И оплату онлайн, здесь может быть несколько вариантов. Можно сделать, купить кредит, это мы с вами еще пройдем, оплату онлайн через интеркассу, и там много других вариантов, какие еще можно сделать. Ну, я думаю, что там другие варианты, они как бы дублируются, потому что интеркасса, она берет в себя практически все самые популярные способы оплаты. И в зависимости от вашего товара, цифровое ли это, или физический, здесь уже надо смотреть индивидуально, как здесь организовать. Но пройдя все вот эти вот уроки, я думаю, у вас не составит труда организовать доступно для ваших покупателей, да. В этом уроке я просто хотел вам донести, показать работу, способность магазина, чтобы у вас была общая картина, зачем мы делали письма, зачем привязывали статусы, и показать, как работают письма, да, как они доходят. Они доходят хорошо, здесь никаких проблем нет. В принципе, на этом здесь все, и увидимся в следующем уроке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин